друзья мои всем привет в путинской россии случился самый настоящий прорыв которого все так долго ждали в госдуме скандал жириновский послал всех депутатов ну а сми сообщают о том что роскомнадзор взял и облажался впрочем ничего нового но давайте обо всем по порядку сегодня будет очень много всего интересного с вами новости с антоном хардиным и мы сегодня об интересном в 2019 году путин заявлял о том что россии нужен прорыв и новый технологический уклад нам нужен прорыв нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад и вот прорыв случился случился самый настоящий прорыв да не просто прорыв целый фонтан целый гейзер впервые появилась новая достопримечательность самый настоящий гейзер если кто-то дорогие друзья из вас хотел побывать хоть раз в долине гейзеров вам нужно срочно в перми потому что там случился прорыв теплотрассы конечно каждый русский человек знает пословицу готовь сани летом а телегу зимой но не сани не телегу нашей великой страны кони коррупции далеко не утянут и поэтому мы видим подобные вещи каждый год происходит ремонт горячей воды холодной воды ремонтируют теплотрассу но тем не менее постоянно мы видим что-то подобное о чем это нам говорит а говорит это о том что те деньги которые были выделены на ремонт скорее всего частично осели где-то по кармашкам если говорить немного о цифрах то только за 2020 год ущерб от коррупционных преступлений составил 63 миллиарда мы уже давно привыкли к подобным цифрам и про 100 миллиардов и про 200 миллиардов слышали но когда коррупция официально 63 миллиарда вы просто представьте сколько это денег сколько школ можно было построить сколько километров дороги можно было отремонтировать скольким детям с онкозаболеваниями можно было помочь на эти деньги но тем не менее власти делают все чтобы коррупцию легализовать и я сейчас даже не наговариваю в первом чтении был уже принят закон об освобождении чиновников от ответственности за коррупцию случайную коррупцию которая была совершена под действием непреодолимой силы пожар цунами затопление коронавирус если по этим независимым от чиновника обстоятельством была совершена коррупция то она может быть оправдана и никакой ответственности чиновник нести не будет как вам такое классный закон правда под действием законопроекта попадают муниципальные и государственные служащие федеральные региональные муниципальные депутаты сенаторы судьи прокуроры сотрудники мвд всен следственный комитет мчс военные а также многие другие и если говорить о военных то есть тоже интересная статистика следователи заявили о росте коррупции в российской армии то есть и так рост коррупции есть и еще хотят легализовать коррупцию вооруженных силах ущерб составил более 6 и 4 миллиардов это на 30 процентов больше чем годом ранее и знаете вот эти депутаты все такие веселые ребята потрясающие когда что-то нужно действительно хорошее и стоящее для народа пропустить нет этого не будет а когда дать себе волю брать взятки но это конечно же пожалуйста и знаете чем они еще занимаются буквально на днях в госдуме случился самый настоящий скандал знаете из-за чего из-за того что депутата не пропустили вперед вон какая важная шишка то и жириновский послал всех депутатов давайте посмотрим это интересно плохо что не знают депутаты госдума историю историю культуры человечества и продолжает нам сто лет говорить о равенстве никакого равенства никогда и нигде не было из-за вашего равенства миллионы людей лежат в могиле вы все эти лозунги выдвигаете равенства гильотины отрубали головы миллионам французов и у нас сталин положил могилу миллионы людей что все были равны в нищете какое может равенство когда тут же говорят мод у нас у вас женщина должна быть уважение а чё в регламенте записано половые различия или в конституции это жириновский возражает на слова депутата о том что каким бы ни был депутат какого ранга все они там равны его взбесила ведь он глава фракции а какой-то депутат ему может сказать что мы равны как также риновский же капец какой ферзь правильное уважение к женщине к возрасту надо уважение проявлять к седым волосам уважение проявлять к знаниям человека проявлять уважение вот сейчас закон чему посвящен снять ограничения с того возраст чиновника не играл роли если он талантливый если он может если он устраивать по работе причем без возраст поэтому сейчас поддержим но в принципе внесем закон о снятии любых ограничений по возрасту в плане старшего возраста у нас есть ограничения для депутатов 18 лет 21 выборы президента значит 35 и так далее губернаторы 30 а сторону дальнейшую зачем какие может быть ограничения с вашим равенством вы уже потеряли всю страну из-за вашего равенства ссср распался вы предлагали всем быть в нищете равными такси 70 детском дому быть равными в колониях сидеть равными и упаси бог кто-то поднимется чуть выше сносите голову и все еще продолжаете от этого вашего равенства все разбегаются последняя белоруссия от вашего равенства уходит и вашем фильме нет равенства там был профессор преображенский этот дурак шариков чего вы такие фильмы снимаете уже преображенского подняли вперед а шарикова сделали последним идиотом на которого опирались большевики и швандер вас наверху пел интернационал и вот все еще продолжают равенство справедливость вот еще одна партия за правду где ваша правда справедливость патриоты собрали три дохлых партии и вот думают они на второе место потендует да я ненавижу коммунистов чё вы со второго места их будете выгонять да не лучше вас они мракобесы но нечестные мракобесы а вы прикидываетесь что вы не мракобесы социализм за это слово нилов арестовывать надо в тюрьму сажать это ваш сталинский социализм чё вчера говорит немножко китайского социализма немножко шведского канала и будет русский социализм пошли вы к черту и просто жириновскому отключают микрофон потому что понесло его просто всех послал на орал но вот как вы видите знаете сами прекрасно кто такой жириновский и у многих до сих пор остается вопрос открытым а почему собственно он там сидит до сих пор а володин еще и вступился а вы говорит не провоцируйте жириновского конечно жириновскому слова сказать поперек нельзя потому что он же глава фракции никакого равенства абсолютно вот так в принципе получается вроде и демократия а вроде и теперь же следующим блоком хочется поговорить про новое слово которое я хочу вам предложить ваш словарный запас оброс ком позориться что это за слово такое мы помним как роскомнадзор пытался бороться с телеграмом да ничего у него не получилось и в итоге роскомнадзор завел аккаунт в телеграм замечательно теперь роскомнадзор решил бороться с твиттером но твиттер ему не угодил не угодил знаете чем оказывается в твиттере кто-то распространяет призывы к суициду детей и детскую графию и пока я обдумывал абсурдность этой мысли у меня возник следующий вопрос насколько я знаю twitter рекомендует какую-либо информацию на основании предпочтений пользователя и я конечно ни на что не намекаю но те кто постоянно видит призывы к суициду детей и детскую партнерфию в твиттере почему им это рекомендуется ай-яй-яй но это все ладно роскомнадзор решил затормозить twitter вплоть до того что могут его потом полностью заблокировать если твиттер не образумится но дело в другом будь то случайное совпадение или уверенная качественная работа роскомнадзора после начала замедления легли сайты госдумы правительство российской федерации сайты кремля и так далее и упал еще несколько сервисов которые к твиттеру отношения совершенно никакого не имеют и когда только это произошло я вам в телеграме написал что друзья мои скорее всего скоро скажут что это хакерская атака из сша и действия роскомнадзора здесь ни при чем как в воду глядел сенатор климов заподозрил сша в том что это они совершили хакерскую атаку и обрушили сайты российских госструктур также говорилось о том что где-то сгорел дата-центр в страсбурге потом начали спирать это на то что ростелеком накосячил и у них проблемы с оборудованием но в конечном счете ростелеком сказал да из-за нашего сбоя произошедшего в системе могло подобное наблюдаться но они говорят мы не во всем виноваты так что не нужно полностью все сваливать на нас да мы свой косяк признаем но я вообще своими словами рассказываю но ко всему падению мы отношения не имеем ну что значит остается еще один вариант хакерская атака из сша очень странно что она совпала с началом работы роскомнадзора и да к этой новости напоследок я добавлю что сайт роскомнадзора тоже упал вместе со всеми потрясающе в госдуме же назвали фейсбук следующим кандидатом на блокировку точнее опять же пока не на блокировку а на замедление трафик я на самом деле очень сильно начал переживать если они сейчас начнут последовательно пытаться что-то замедлить пытаться что-то заблокировать это будет выглядеть так как будто они наступают на грабли 1 2 3 4 раз и уже на лбу вот такая русском позорная шишка и мое мнение таково я не удивлюсь если после очередной попытки блокировки того или иного ресурса начнут падать самолеты либо встанет работа банка либо еще каких-то структур почему-то мне стало казаться что вставлять палки в колеса самим себе им просто доставляет удовольствие кстати я понимаю что немножко не в тему но по всей видимости все проблемы россии уже решены и госдума взялась за животных нет речь идет не об охране окружающей среды не о том что нужно оберегать краснокнижных животных нет немного не об этом в госдуме предложили запретить продажу животных в зоомагазинах и рынках птичьих почему так потому что они считают что животные якобы живут в очень стесненных условиях что рыбкам да может быть грустно или хомячкам или может быть кролику грустно в клетке ну а дома то они конечно в хоромах живут хомяка сразу выпускают по квартире и он бегает такой веселиться никто его ни в чем не ограничивает конечно же он не в клетке живет и не в аквариуме что же должны продавать зоомагазине по их манию корм и разные приспособы и знаете друзья мои если даже на секундочку просто на секундочку предположить хотя нет хотя можно допустим предположим что это предложение не лишено здравого смысла вопрос встречный вы что все проблемы что ли решили у нас что заняться больше нечем если вы за зоомагазины взялись то что россияне живут стесненных обстоятельствах то что пенсии маленькие зарплаты маленькие бизнес загибается малый средний это нормально а то что хомяки живут в стесненных обстоятельствах это вас конечно же волнует больше всего и относительно к этой новости стоит вспомнить слова из замечательного мультика о дяде федоре потому что в последнее время особенно непонятно что где валяется что как происходит и самое главное когда это все кончится ах да еще вам очень хочется рассказать о том как володину предложили выпить таблетку но перед этим хочу поделиться вам своей личной новостью я решил завести постоянную рубрику блиц новости это те новости которые слишком глубоко и комментировать не буду но которые во мне вызвали те или иные эмоции и сейчас я вам как раз об этом расскажу и первая новость аглаю тарасову это актриса из интернов еще из нескольких фильмов и сериалов оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в акции в поддержку навального это из той серии когда актеры стали ближе к народу чем те кто сидят наверху вторая новость росгвардия планирует провести для факультета журналистики мгу специальное обучение по работе на митингах предложение поддержал и декан факультета журналистики мне кажется или попасть в росгвардию можно сразу после армейки школа армейка росгвардия и если логика здесь прослеживается правильная стоит сделать вывод что те у кого нет образования хотят учить тех кто получает образование так это получается или вы с этим не согласны третья новость в общественной палате поддержали закон о лишении свободы на пять лет за оскорбление ветеранов одна из авторов законопроекта это яровая о которой вы уже много наслышаны но новость такая очень себе спорная ветеранов конечно же оскорблять нельзя как нельзя и оскорблять в принципе любого человека зачем это делать когда можно высказать справедливую критику и четвертая новость из нашего блица госдума одобрила закон о блокировке сайтов без разрешения суда за оправдание экстремизм блокировка сайтов сможет осуществляться по решению генпрокурора или его заместителей и опять же мы понимаем что это значит что такое генпрокурор что такое экстремизм и мы с вами тоже понимаем что чтобы назвать материал экстремистским нужно как минимум лингвистическая экспертиза должны как минимум несколько специалистов посмотреть что же написано а сами знаете генпрокурор этот человек такой если он посмотрел или если ему подсказали что ну это попахивает экстремизмом то он может просто заблокировать то что и не являлось бы экстремизмом случае нормальной так скажем расправы и вот такие законы лично я считаю абсолютно беспредельными потому что что под экстремизм что под оскорбление можно подвести но совершенно все что угодно любую абсолютно фразу вырванную из контекста а теперь самая заключительная новость про таблетку для володина я думаю что вы дорогие мои друзья наконец-то улыбнетесь в конце ролика володин пообещал российским сми защиту от блокировки в соцсетях после истории со статьями составленными на основе пресс-релиза фсб и заблокированными в фейсбук где посчитали эти данные фейковыми в отступление этого хочется сказать что володин наконец-то завел аккаунты вконтакте в одноклассниках но в соцсетях типа фейсбука он сказал нет пока они начнут работать по моего аккаунта там не будет но это все ладно мы параллельно видим блокировку или приостановку работы твиттера и тут же он говорит о том что мы будем воспрепятствовать блокировки фейсбуком какой-то информации ребят стоп где логика то есть вам блокировать можно все что вы хотите то что вам покажется не потребным но тем не менее вы говорите что соцсетям нельзя блокировать информацию которая по их мнению является фейковой а логика где где логи к а ее нет и володин анонсировал новые законы направленные на защиту цифрового суверенитета айти специалист директор некоммерческой организации общества защиты интернета михаил климарев или климарев сказал мы не первый год слышим наезды и угрозы в адрес западных социальных сетей но те никак не хотят подчиняться и поэтому шантаж продолжается при этом люди которые не оставляют попыток взять под контроль иностранные социальные медиа немного сумасшедшие володину надо выпить таблеток это вообще не его уровень не уровень спикера госдумы топать ножками и требовать что-то от соцсетей точно коротко емко и прямо в цель это то что можно сказать про слова вот этого михаила климарева и спорить с ним я не намерен возможно володину действительно стоит выпить таблетку а будет это аскорбинка или что-то другое решать не нам с вами но ваших силах написать в комментариях что вы думаете по этому поводу и или какую таблеточку можно все-таки выпить и это были все самые интересные новости на сегодняшний день если вам понравился выпуск обязательно подписывайтесь на канал не забывайте ставить колокольчик нажимать потому что youtube последнее время перестал рекомендовать ролики ставьте палец вверх пишите комментарии с вами был антон хардин и я не прощаюсь